Здравствуйте! Меня зовут Кайгородсова Наталья Викторовна. Я кандидат педагогических наук. Тема сегодняшней лекции – правила оформления чертежей, ГОСТы ЕСКД. Мы познакомимся с некоторыми основными положениями государственных стандартов и рассмотрим их требования к оформлению конструкторской документации. Дисциплина «Инженерная графика», которую мы начинаем изучать, это учебная дисциплина, изучающая графические язык общения, основанной на системе методов и способов графического отображения, передачи и хранения информации о сооружениях, отдельных предметах и сложных изделий, состоящих из частей, соединенных между собой тем или иным способом. Рассмотрим общие положения. При оформлении графических документов, чертежей, каких-то пояснительных записок, схем, эскизов необходимо строго соблюдать все правила и требования, установленные стандартами Единой системы конструкторской документации. Сокращенно ее называют ЕСКД. Впервые ГОСТы или государственные стандарты ЕСКД в России были приняты в 1968 году. Все правила были распределены по классификационным группам. Группа 0 – это общие положения ЕСКД. Группа 1 – в ней рассмотрены общие положения. В группе номер 2 – классификация и обозначение изделий в конструкторских документах. Группа 3 – содержит в себе общие правила выполнения чертежей. Например, буквенно-цифровое обозначение ГОСТ 2.31568 обозначает, что это государственный стандарт. Цифра 2 перед точкой обозначает номер, присвоенный всему комплексу стандартов ЕСКД. После точки цифра 3 говорит о номере группы стандартов по присвоенной классификации. 15 – это порядковый номер этого правила в пределах данной группы. И после тире цифра 68 – это год утверждения данного стандарта. Следует иметь в виду, что многие стандарты с течением времени пересматриваются, уточняются, изменяются и даже заменяются. При этом в обозначении вносятся соответствующие знаки. Например, если после 68 стоит звездочка, то это значит, что это правило было позднее 68 года уточнено или дополнено. Если стандарт заменился целиком, то изменяется год его утверждения. При этом, если данный стандарт рассматривался после 2000 года, то год записывается целиком. Необходимо помнить, что несоблюдение стандарта преследуется по закону. Если провести аналогию, то для водителей и пешеходов при движении по улицам необходимо строго соблюдать правила дорожного движения. Вот точно так же любому конструктору при выполнении чертежей необходимо соблюдать правила государственные стандарты единой системы конструкторской документации. Прежде чем приступить к изучению стандартов ЕСКД, необходимо для себя понять, что же такое чертеж. Итак, чертеж – это документ, содержащий изображение изделия и все необходимые данные для его изготовления. Обратите внимание, если провести аналогию, то следует понимать, что чертеж для изделия, для деталей, это как паспорт для человека. В паспорте также имеется изображение, то есть фотография человека, и все данные об этом человеке – фамилия, имя, отчество, когда и где родился и так далее. Поэтому при выполнении чертежей нужно помнить, что это прежде всего документ. А для оформления документов необходимо соблюдать определенные правила, чтобы люди, создавшие этот документ, и люди, которые по нему потом будут работать, могли понять, что в данном документе содержится. Необходимо эти вот общие правила соблюдать. Начнем с первого стандарта, первого правила, которое называется так – ГОСТ 2301 68 года «Форматы». Как видите, кроме буквенно-цифрового обозначения, каждое правило имеет еще и свое название. Что же такое формат? Формат чертежа определяется размерами листа, то есть для выполнения чертежа необходимо брать лист определенных размеров. Наибольшим из форматов является формат А нулевое – это его обозначение. Размеры сторон данного формата 1189 на 841 мм. При этом следует обратить внимание, что данный формат имеет площадь примерно равную 1 метру квадратному. Другие основные форматы данного стандарта получаются путем последовательного деления большей стороны листа пополам. Таким образом образуются другие форматы. Например, А нулевое, поделенное пополам, параллельно меньшей стороне, даст нам два формата А1. Поделив ОА1 большую сторону пополам, получим формат А2. Формат А2 разделится на два формата А3, которые, в свою очередь, поделятся на два формата А4. Формат А4 – это наименьший из основных форматов, размеры которого равны 297 на 210. Для вас привычнее понимать, что это альбомный лист или лист пищебумаги. При этом на производстве допускается применение формата А5, то есть берется лист размером формата А4, а на этом листе оформляются два чертежа для двух разных деталей небольших размеров. Чаще всего это детали несложной формы. Кроме того, допускается применение дополнительных форматов, которые образуются путем увеличения основных форматов на величину, кратную размером листа А4. Следующий ГОСТ – это ГОСТ 2.104.2006 года. Обратите внимание, данный ГОСТ относится к другой группе, и он был основан в 2006 году. Данный ГОСТ носит название «Основная надпись». Каждый чертеж после того, как выбран формат, должен быть оформлен рамкой. Рамка вычерчивается сплошной толстой основной линией, от левого края листа необходимо отступить 20 мм, с трех других сторон по 5 мм. Данная рамка обязательна для выполнения на каждом чертеже. Также каждый чертеж содержит основную надпись, которая располагается в правом нижнем углу рамки. Представленная на слайде основная надпись имеет размеры 185 на 55. Однако ГОСТ 2.104.2006 года предусматривает разные формы основных надписей. Для чего нужна основная надпись? Какую информацию она содержит? Во-первых, основная надпись – это табличка, в которой содержатся все необходимые сведения о данной детали. название данной детали, кто разработал этот документ, кто проверил этот документ, шифр или по-другому код данного документа, какова масса изображенной детали, в каком масштабе выполнена данная деталь. И в нижнем правой ячейке указывается предприятие, на котором данный чертеж был произведен. Кроме того, под ячейкой с названием чертежа указывается материал, из которого изготовлена изображенная деталь. Есть важное примечание, о котором всегда нужно помнить. На формате А4 основная надпись располагается только вдоль короткой стороны листа. То есть формат А4 можно располагать только вертикально. А вот листы остальных форматов А3, А2, А1, А нулевое можно располагать как горизонтально, как на слайде показано, так и вертикально. При этом 20 мм от края формата всегда отступают с левой стороны. Следующее правило ГОСТ 2.302 68 года. Называется он масштабы. Данный ГОСТ появился благодаря тому, что размеры листов для чертежей были ограничены стандартами, и поэтому для изображения предмета на определенном листе определенных размеров необходимо это изображение либо уменьшать, либо увеличивать. Итак, во-первых, что же такое масштаб? Масштабом называется отношение линейных размеров изображения предмета на чертеже к действительным, к реальным размерам этого предмета. Если на чертеже изображен предмет в натуральную величину, то масштаб будет записан так – один к одному. То есть размеры на чертеже точно такие же, как и размеры изображенного предмета. Это натуральный масштаб. Но также существуют масштабы уменьшения и масштабы увеличения. Масштаб уменьшения необходим для таких крупных изделий, как дома, машины, корабли, а масштаб увеличения необходим для мелких деталей, например, для часового механизма. При этом ГОСТ определяет масштабы, то есть задает коэффициенты искажения. Например, масштаб уменьшения – это 1 к 2, 1 к 2,5, 1 к 4, 1 к 5 и так далее. То есть обратите внимание на чертеже. Например, 1 мм, а на самом деле – это 2 мм на самом изображаемом объекте. То есть первая цифра указывает на размер на чертеже, а вторая – после двоеточия на размер объекта. При масштабе увеличения происходит наоборот. На чертеже предмет изображен более крупно, чем он есть на самом деле. При этом посмотрите, пожалуйста, ГОСТ ограничивает нас. Он определяет, во сколько раз мы можем увеличивать или уменьшать изображение. В 2, 2,5, в 4, в 5, в 10, 15, 20 и так далее раз. Нельзя уменьшить или увеличить, например, в 6 раз. Нельзя в 8, в 7 и так далее. То есть определенные коэффициенты заданы, и их необходимо соблюдать. Тут возникает вопрос. Почему все коэффициенты целые, и только 2,5 выбрано десятичным? Оказывается, что данным масштабом был заменен масштаб 1 к 3 и 3 к 1. Странно, почему так получилось? Ничего странного нет. Для того, чтобы предмет изобразить уменьшенным, необходимо каждую его характеристику, длину, ширину, высоту и другие, замерить и разделить на коэффициент масштаба. Так вот, не каждое число делится на 3 нацело. То есть там остается большой период. И поэтому для удобства коэффициент 3 был заменен на 2,5. С одной стороны, кажется, что это может быть неудобно, но нет, это намного удобнее и целесообразно, чем в 3 раза. Примечание. При необходимости допускается применять масштаб увеличения 100 N к 1, где N – целое число. То есть в данной линейке масштабов на слайде вы можете увидеть до 40, потом идет 50, 100. И, например, для географических карт можно применять и миллионные масштабы. При этом следует помнить, хотя масштаб записан, он записывается в основной надписи, но на чертежах проставляют действительные размеры. То есть изображение уменьшено или увеличено, но размеры стоят настоящие, натуральные. Это для удобства использования этого чертежа при изготовлении данной детали. Следующее правило ГОСТ 2.303.68 года и называется «Линии». В связи с тем, что чертеж – это документ, следует помнить, что каждая проведенная на нем линия должна нести какой-то смысл, шифр, информацию. Так данным правилом определено, что все линии видимого контура и вынесенные сечения будут изображаться сплошной толстой основной линией. И по начертанию она является сплошной линией, толщина которой равна S. ГОСТ говорит, что S можно выбирать от 0,8 мм до 1,5 мм. Но в среднем чаще всего S принимают равным 1 мм. Контуры наложенного сечения, вынесенные размерные линии, штриховка, проводятся тонкой сплошной линией. Ее толщина в 2 или даже в 3 раза тоньше основной линии. Линия обрыва, линия разграничения вида и разреза проводится сплошной волнистой линией. Ее толщина также в 2 или в 3 раза тоньше основной линии. И проводится она от руки в виде волн. Следующее тепление – это линия невидимого контура. Данное тепление носит название штриховая. Состоит она из штрихов. Причем все штрихи, их длина, должны находиться в границах от 2 до 8 мм. Расстояние между штрихами 1-2 мм. Толщина ее в 2-3 раза тоньше основной линии. Осевые и центровые линии на чертежах изображают штрих пунктирной линией, потому что она состоит из штрихов и пунктиров. В данном случае это маленькие черточки, но их можно заменить и на точки. Длина большого штриха колеблется от 5 до 30 мм. В зависимости от размеров изображения, расстояние между большими штрихами может быть от 3 до 5 мм. В этот промежуток необходимо поместить маленький штришок или точку. Толщина данной линии также составляет 1-2 или 1-3 часть от толщины основной линии, выбранной на чертеже. И еще один из типов линий – это линия сечения, которая состоит из двух линий, длина которых равна от 8 до 20 мм. А толщина – либо такая же, как основная линия, либо в 1,5 раза толще. Данная линия называется разомкнутой. Здесь на слайде представлены только типы линий, чаще других, используемые на чертежах. На самом деле в стандарте их гораздо больше. Следующее правило, следующий стандарт – это ГОС-2304, 1981 года. И называется он «Шрифты чертежные». Обратите внимание на год, 1981. Стоит задуматься, получается, что в 1968 году данного правила не было? Нет, совершенно нет. Данное правило было. Но в 1981 году оно было пересмотрено. И это связано с тем, чтобы буквы, начертания букв, сделать более удобно читаемым. Чтобы при копировании чертежей, каждая буква могла быть легко и отлично от других букв. Итак, по типу шрифты подразделяются на две группы. Шрифт типа А содержит более узкие буквы. И чаще всего данный тип применяется в строительных чертежах. Потому что на строительных чертежах довольно длинные названия. То есть над каждым из изображений надписывается что-то такое типа план дома, план двухэтажного дома на две семьи и так далее. На машиностроительных чертежах над основными видами никаких надписей не делают. Либо если делают, то это довольно короткие надписи типа А-А. Поэтому применяют шрифт типа Б, на котором буквы более широкие. И они при копировании будут, так сказать, идентичны оригиналу. И тип А, и тип Б могут быть и с наклоном, и без наклона. Обратите внимание, шрифт представлен двумя видами букв. Это прописные буквы, или их еще называют заглавными, либо большими буквами, и строчные. То есть те, из которых состоят строки. Заглавная буква стоит в начале, во главе. То есть это первая буква. Еще ее называют прописная. Если вы посмотрите на книжку с русскими народными сказками, то вы увидите, что первая буква, она всегда красивая, с вензелями, прописана красной краской. Ее прописывали специально для украшения книги. Поэтому и название букв сохранилось. Прописные. Рассмотрим, какие же параметры шрифтов существуют, и от чего они зависят. Во-первых, самым главным параметром для шрифта является его номер. Номер определяется размером. Размером прописной буквы. То есть вот этой заглавной большой буквы «Г» в слове «Графика». Измеряется размер в миллиметрах. Обозначается размер шрифта буквой «H» или «H». ГОСТ допускает следующие размеры шрифтов. То есть следующую высоту прописных букв. 2,5, 3,5, 5, 7, 10 и так далее. Обратите внимание, если прописная буква высотой, например, 10, то сколько тогда должна быть строчная буква? Она должна быть на один размер меньше, чем высота прописного шрифта. При этом обратите внимание, для шрифта 2,5 высота строчных букв будет 1,8. Это газетный шрифт. Поэтому на слайде 1,8 изображена помельче. То есть это не размер шрифта. Это высота строчных букв для шрифта высотой 2,5. Например, для шрифта 14 высота прописной буквы 14 мм, а высота строчных букв 10 мм, то есть на размер меньше. Расстояние между буквами также регламентируется ГОСТом. Она рассчитывается примерно как 1,5-2С, то есть от толщины элементов каждой буквы. Между словами и в предложениях расстояние будет равно 6С. Кроме того, существует зависимость ширины буквы от их высоты. Все буквы подразделяются на группы. Очень узкие – это Г, Е, З, С. Е еще есть буквы узкие, средние, широкие, очень широкие. И все остальные буквы. Ширина буквы зависит от количества вертикальных элементов в ней. Нужно обратить внимание, что заглавная буква и строчная имеют совершенно различные написания. Их написание нужно запомнить, и на чертежах именно так их и писать. Прописные и строчные буквы и цифры на чертеже имеют одинаковую толщину линий, и она равна 1,1 от размера шрифта. На этом наша лекция окончена. Спасибо за внимание! Удачи вам в изучении инженерной графики!